Приветствую зрительному канала. Как я вам уже говорил ранее, с детства мне нравятся продукции фирмы Абу Гарсия. В советское время я разглядывал фотографии в альманахах рыболов спортсмен, где в статьях Яна Стикуца о современном спиннинге очень лихо и необычно смотрелись катушки. Хвостатые кардиналы 33, 44, мультипликатор Амбассадор, блесны и спиннинги данной фирмы. Это было несбыточной мечтой советского мальчишки, и когда в 98 году я смог хоть что-то себе позволить из продукции этой фирмы, я купил спиннинг и катушку, спиннинг серии Каналон и катушку Кардинал 80F, К сожалению, уже даже на тот момент и даже мне, то есть подростку, было ясно, что фирма Абу Гарсия, к сожалению, пик своему могущества, славы давно перешла и, к сожалению, уже угасает. Через какое-то время она и самостоятельность свою потеряла и стала, как и многие фирмы, выпускать свою продукцию не на своих уже предприятиях в той же Швеции, а большая часть производится в Китае, как и у всех. Так, слава богу, фирма еще до сих пор существует, правда, она как торговая марка, одна из торговых марок Pure Fishing, которая собрала под свое крыло, под свою опеку, жесткую, в кулак, собрала фирмы старые, не дала им умереть, но, к сожалению, они фактически стали, перестали быть самостоятельными и что-то самим самостоятельно делать, очень часто катушки или спиннинги разных фирм, которые находятся под крылом Pure Fishing, оказываются практически идентичны и просто под разными торговыми марками продаются на разных рынках, американском, японском или европейском. Напомню, что фирма Дам, фирма Шекспир, фирма Флюгер, фирма Фенвик, та же Абу Гарси, это все торговые марки Pure Fishing на данный момент, то есть они не самостоятельны и зачастую ничего интересного уже не выпускают, то есть когда-то инженеры, каждый из фирм делали что-то свое, теперь они работают под диктовку Pure Fishing и зачастую то, что мы с вами покупаем как шведскую, американскую катушку или спиннинг, оказывается просто перемаркированным продуктом китайских заводов, к сожалению. Но вернемся к концу 90-х, начало 2000-х, когда фирма Абу Гарси все еще пыталась что-то там из себя изобразить, что она может, что она все еще в состоянии сделать что-то интересное и свое. Каждый год, ну или там, не знаю, через каждые несколько лет фирма выпускала такую катушку-демонстратор возможностей. Вот в 98-м году катушка-демонстратором был мультипликатор Мерум, который, видите, отличается дизайном от классических амбассадоров. То есть он вот такой из целикового как бы куска алюминия выточенный и очень необычно смотрелся. Чуть позже, то есть в 99-м году, была выпущена необычная катушка, Саверен называлась. Очень дорогая, сравнительно редкая и, видимо, большого распространения так и не получила. Выглядела она очень футуристично и необычно, но, к сожалению, какой-то такой большой известности не снискала из-за своей же, говорю, большой цены и сложности. Подумав, что жаль такую конструкцию выбрасывать сразу же или там, менять ее сразу же, фирма Абу Гарсия решила несколько удешевить конструкцию и перенести производство из Швеции в Корею. Результатом этих изменений стали катушки, которые называются CD6, Абу Гарсия CD6. На столе у меня лежит катушка 2000-го размера. Что же изменилось? Если катушка Саверен была полностью в металлическом корпусе, ну и металлический ротор имела, то у CD6, я не сказал, что Саверен полностью металлический, CD6 имеет пластиковый корпус, но передняя часть, то есть вот все от рукоятки и дальше, это все собрано в металлическом корпусе. Что же необычного в этих катушках, кроме внешнего вида? На данный момент это, конечно, несколько ретро смотрится. На тот момент, то есть самое начало 2000-й, очень футалистично и необычно смотрелась данная катушка. Если обратите внимание, что два ребристых таких кольца видны. Первое, то есть, ну, от корпуса, если смотреть, это всего лишь стопор обратного хода. То есть он просто раз, два. То есть это не клавиша обычная или не включенный постоянно стопор обратного хода, как сейчас. И даже не ползунок, как у кардиналов предыдущих. Это вот такое поворотное кольцо, что довольно необычно. На других катушках я такого не видел. То есть смысла в этом большого нет, но опять же, повторюсь, это катушка-демонстратор возможностей. Что может фирма-производитель на данный момент выпустить? То есть она, что она может сделать такого, что нет ни у кого? Вот они делали так. То есть вот так вот смотрим, получаем довольно необычную концепцию исполнения стопора обратного хода. Дальше. CD6 никакого, естественно, отношения к компакт-диску не имеет. Хотя на тот момент вполне себе современный носитель был. CD6 это центр-драг. Это получается центральный тормоз. Если мы снимем шпулю, а снимается она просто нажатием кнопки, мы увидим крышку, под которой находится фрикционный тормоз. В шпуле нет ничего, кроме зажима для крепления на валу. То есть фактически шпули это такая пустая, не знаю, там как пустая шпуля, пустая кассета, на которой намотать можно леску разных диаметров. Соответственно, в комплекте шло две шпули, которые одна из них накрывалась вот таким вот пластиковым чехлом, тоже довольно необычным. Если его надеть на шпулю, видите, задняя часть оказывается незащищенная совсем. Казалось бы, совершенно непродуманная конструкция, но весь смысл был, что этим пластиковым колпаком накрывалась не запасная шпуля, а та шпуля, которая была установлена на катушке. То есть в таком вот виде можно было убирать катушку куда-то там в мешочек и так далее, то есть не царапая ни ободок шпули, ни портя леску. Тоже довольно нетрадиционное решение, опять же, ни у кого таких не видел. Снимается абсолютно легко, надевается легко. Так, дальше, смотрим. Я тут вместо обычного белого листа распечатал. На сайте у производителя, слава богу, взрывная схема есть, потому что мне катушка досталась только в фирменном чехле, но коробка и схема отсутствовали. Можете посмотреть, насколько странно необычная конструкция. Вот тот самый фрикционный тормоз, который собран внутри ротора, получается. Смотрим количество дисков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь и еще два подпружиненных. То есть аж девять, получается, дисков в фрикционном тормозе. Довольно интересно, что фрикционный тормоз регулируется очень удобно, ну, это хорошо. Он регулируется с треском, все нормально. Но сама шпуля вращается бесшумно, как у тех же мультипликаторов. То ли это такой намек на мультипликаторные прошлые фирмы Абу-Гарси, то ли по-другому нельзя было реализовать. То есть, для меня логичнее было бы, например, тихо работающий фрикцион, в смысле, регулировка фрикциона, но трещащая шпуля при сходе лески под нагрузкой. Тут, видите, сделали по-другому. Что тоже очень необычно. То есть, все это просто сделано для того, чтобы показать инаковость и возможности инженеров фирмы. Так, что тут еще интересного можно сказать? Насколько я понял, чтобы разобрать катушку, надо, не как мы обычно откручиваем винты, здесь винтов нет вообще на корпусе, нужно снять две разрезные подпружиненные шайбы, и после этого уже можно будет вытянуть целиком весь механизм. Причем катушка сочетает в себе привычные нам две шестерни, то есть, ведомую и ведущую, плюс еще червячный вал. То есть, это очень сильно навороченные. Не совсем оправданно, конечно, но, говорю, фирма была известна своими кардиналами, которые были выполнены с червячной передачей, и была известна своими мультипликаторами. То есть, получилась такая катушка, которая как бы объединяет и будущее фирмы, и прошлое этой фирмы. В одной конструкции столько труда и столько возможностей заложены, но не уверен, что это вообще оправдано было изначально. То есть, просто катушка-демонстратор возможностей. То есть, можно было делать гораздо проще. Когда я покупал в 98-м году, ну, я покупал, естественно, недорогую катушку, а одну из самых простых в каталоге, там ничего особенного, кроме приятного дизайна и вполне работоспособной конструкции, не было. Здесь же конструкция космического корабля. Но да, катушка оставляет впечатление надежности, массивности того самого шведского качества, если бы не надпись Made in Korea. Данная катушка в 2001 году выпущена. Если этого мало, то давайте посмотрим, как сделано крепление ручки. Вроде бы стандартное крепление винт и шестигранник. Знаем, что в шестиграннике есть всегда люфт, который практически не устраним. То есть, он у большинства катушек с шестигранником в рукоятке присутствует. Давайте посмотрим, как сделано здесь. Шестигранник распилен, и при вкручивании винта в этот шестигранник края шестиграника расходятся, уменьшая те самые люфты. То есть, опять, почему это не делал другой никто, я не могу сказать. То есть, оно, да, тут практически нет люфта совсем. То ли это благодаря точной сборке, то ли благодаря именно вот этому расхождению половинок шестигранник рукоятки. То есть, вот его нет там, люфта. То есть, в принципе, это оправданно. Решение лежит на поверхности, но никто так не сделал почему-то. Так. Несмотря на то, что катушка двухтысячная, диаметр шпули довольно небольшой, а катушка массивная. Диаметр бортика шпули 40 миллиметров. То есть, это фактически тысячник, ну или полутора тысячник. То есть, современные катушки имеют обычно двухтысячный гораздо больший диаметр. Но тогда решили, что этого достаточно. Причем, интересно, если фирма Дайва оснащает свои катушки, вернее, шпули своих катушек профилем обратный конус, здесь просто конус. И сама довольно большая длина шпули, такие шпули тогда назывались лонг касты, дальний заброс, показывает, что катушка для дальнего заброса разработана. Да, вроде бы пустая кассета стоит должна дешевле, но конструкция тоже достаточно массивная, и большое количество различных выточек на шпуле вряд ли позволяло сделать эту шпулю дешевой. Если бы она была бы пластиковая, возможно. Никаких бортиков дополнительных нет. То есть, изначально, видимо, все равно рассчитано на использование монолески, потому что на тот момент плетенка была еще не сильно распространена, я так понимаю, по крайней мере, среди шведских рыболовов. Так же, как у многих фирм, на внутренней части шпули нанесена риска, до которой стоит наматывать леску, чтобы избежать ее самопроизвольного схода. Так, дальше. Кноп очень удобный и ухватистый. Сделан просто из пластика, но из пластика, опять же, двух консистенций, двух, ну, не только цветов. Он разный по своим характеристикам. И тот самый люфт, который здесь обычно есть в Кнопе, он, благодаря тому, что Кноп сделан из двух разных материалов, из двух разных пластиков, практически отсутствует. Нет того самого стука раздражающего. То есть, и здесь это все продумано. Не знаю, насколько, говорю, это оправдало надежды фирмы. Например, статьи о этих катушках есть на разных языках. Я, когда буду выкладывать видео, потом, возможно, пару ссылок кину, где есть сравнение с Савереном тем же. Ну, и вообще мысли иностранных рыболов по поводу данных катушек. На российском рынке я их не видел вообще. То есть, вот когда я встретил ее на Авито, я решил, что стоит ее и купить. Саверены попадались, я знал, что есть такая катушка. Тот же Баличев в какой-то из статьи ее там разгромил, что она неоправданно сложная, тяжелая, с малой емкостью лески при таких габаритах. Да, пожалуй, все это можно сказать. Но эта катушка, говорю, это демонстратор возможностей. То есть, такую впору показывает на выставках, говорит, вот что могут наши. Тем не менее, ловить я на нее буду. Она довольно интересная, с хорошим ходом. Получилось, говорю. Причем досталась она мне в довольно неплохом состоянии. Вот эта задняя часть обычно поцарапана очень сильно, вплоть до того, что сцарапывают полностью, оставляя просто молочного белого цвета пластик. Здесь же все более-менее цело. Остали небольшие потертости на краях. Плюс еще на лапке есть небольшие потертости. И в местах установки катушка, в катушкодержатель они есть. В остальном же катушка в очень хорошем состоянии, несмотря на то, что ей 20 лет... 20 лет? Да, 20 лет. Если она в 2001 году выпущена, сейчас 2021. То есть, ровно 20 лет юбилей у нее. Мне эта катушка понравилась. То есть, она интересная очень. Она оставляет ощущение надежности. Ну и такое, знаете, фантастическое ретро тоже присутствует. На тот момент это, наверное, выглядело вполне себе футалистично, но сейчас это выглядит, как те самые фильмы фантастические на видеокассетах. Так. Сейчас ужаснетесь, сколько весит 2000-ник 2001 года от фирмы Абу. По-моему, он больше 300 грамм весит. Ать. 347 граммов весит 2000-ник. Это примерно на 100 граммов больше, чем современные 2000-ники. А лучшие 2000-ники еще меньше весят. Но все равно это хорошая катушка, это интересная катушка. Вы спрашивали многие, откуда у меня столько снастей и почему я их продаю. Вот сейчас мне интересно направление такое, ретро-фишинг. Причем, если сильно старыми катушками и сильно старыми спиннингами пользоваться будет затруднительно сейчас, то снастями начала 2000-х вполне комфортно пользоваться и на данный момент. Ну, с некоторыми оговорками. Опять же, зачастую катушки не рассчитаны на плетенку. Спиннинги будут весить несколько больше, чем нам сейчас привычно. Но, слава богу, многие фирмы продолжают выпускать блесты, ну и некоторые снасти в неизменном их виде. Поэтому, вы видели, если меня смотрели, то я покупал на Авито спиннинг от фирмы Fenwick. У меня есть спиннинг от Абу Нео Версаль, который тоже вот где-то там середины 2000-х, начало середины 2000-х. Тоже уже немножко ретро. И мне приятно ловить этими снастями. Да, современные тоже прекрасны, но зачастую они потеряли ту частичку души, которую вкладывали инженеры. Сейчас же все одинаковым оказывается. То есть, оно чисто фабричное производство. Нет того полета мысли. То есть, нет такого восхищения необычностью решений каких-то там в снастях. Я заодно интересуюсь и компьютерным железом старым. Вот там тоже конец 90-х, начало 2000-х. Самый интересный период, когда каждый чудил как может. Берешь железку и чувствуешь, что ее делали люди. А сейчас берешь компьютерную железку, ее делали роботы. То же самое с катушками, то же самое со спиннингами. Раньше ощущение было, что делали люди. Они думали, ошибались. Теперь высчитывают и проектируют и выпускают все это дело роботы. К сожалению, ну, слава роботам, конечно, за всем этим будущее. Но какой-то такой теплой ламповости уже, к сожалению, нет. Ни в снастях, ни в железках компьютерных. Но хорошо, что оно встречается. И приятно такие вещи подержать в руках, поудивляться. Ну и в использовании они все еще что-то могут показать. Поэтому, на мой взгляд, очень интересная катушка. Другой вопрос. Купили бы вы ее? Я купил ее чисто для познавательных каких-то целей. Мне она интересна. Ну, ловить я на нее буду обязательно. Еще стоит сказать, что и профиль намотки у нее очень странный на данный момент. Если бы китайская какая-то катушка намотала сейчас так леску, ее бы все запозорили бы. А если фирменная, то это вообще было бы, наверное, нонсенс. Из-за того, что здесь вот тот самый червячный вал, который здесь вот есть, и он двигает шпулю, соответственно, профиль намотки выглядит волнистым. Причем это не завалы в начале и конце. По ширине всей намотки, получается, есть небольшие волны. То есть, на леске, на шнуре, получается, намотанном на шпулю, мы видим тот самый профиль червячной передачи. Ну, тоже такой привет из прошлого. Забавно, но не критично. Опять, не надо воспринимать это как какой-то недостаток, надо воспринимать это как, не знаю, фичу, фишку. Поэтому давайте, если вам интересно, то, соответственно, ищите такие вещи на вторичном рынке. Естественно, в магазине вы их не найдете. Если не интересно, полно современных снастей, которые и дешевле стоят, и по характеристикам зачастую лучше, и по весу меньше. Но, к сожалению, говорю, не всегда они приятны в обращении. Мне интересно вот такие вот снасти на данный момент. Поэтому многое из современного выложено в продажу. Стараюсь купить что-то такое старенькое или псевдо-старенькое. И буду ловить. Посмотрим, что из этого выйдет. Все. Всем пока.